Добрый день! Записываю это видео для потенциального покупателя Opel Corsa D. Это машина 2007 года выпуска в декабре. Сделали ее в Испании. Купил у официального дилера в Trade Invest. Потом оформили сначала на меня, потом, когда переезжали из снесенной хрущевки, переоформили на жену. Пробег у автомобиля честный, не скрученный. 97 тысяч километров. Добавлю еще в описании фотографии. Какие сразу дефекты, на которые все смотрят и которые, в принципе, хочу рассказать. Сначала такие общие моменты, если вы смотрите именно Opel Corsa, на что нужно смотреть. Во-первых, у них всегда вот здесь вот проблема из-за соприкосновения этой кромки. Вот здесь вот краска слезает. Я подкрасил. Дальше. Давайте сейчас я открою автомобиль. Дальше у них часто обрываются тросики крепления вот этой вот полки. И сама полка, она продавливается. Значит, в чем преимущество данного автомобиля? Ну, чтобы не только каких-то недостатков. Значит, здесь я дополнительно установил шумоизоляцию и виброизоляцию. Вот она, видите, установлена. То есть здесь меньше будет шума в данной модели. По косякам, значит, здесь было, сзади нас немножко прижались. И поэтому здесь вот этот бампер поменяли полностью, соответственно, новые крашенные поставили. У машин, естественно, со временем появляются такие мелкие царапины при перевозке грузов. И здесь еще есть как бы плюс. Такая полка можно поднять, поставить вот сюда еще такую полочку. Вот тоже очень удобно. Значит, здесь есть тросик для буксировки. Вот здесь тоже шумоизоляция дополнительно установлена. Задний центральный вот этот подголовник я обычно снимаю, чтобы он не мешал просмотру. А здесь общая еще проблема. Часто вот эти нити перегорают. То есть они в самом начале у меня там пара-тройка нити перегорели. Вот, а с тех пор они работают. Здесь вот, кстати, есть удобные ручки для закрытия. Вот этого всего хозяйства. Соответственно, здесь все, естественно, есть в комплекте. Всякие аптечки, знаки аварийной остановки и тушители. Значит, автомобиль в целом я рекомендую для представительниц прекрасного пола. То есть вот цвет, значит, в чем недостаток основной модели, почему она у меня долго продается. Потому что ей получается уже, ну, много лет. И со временем вот именно красный цвет, он часто выгорает. Вот, то есть тут не сказать, что много прям царапин. И даже полировка здесь не спасает. Потому что, ну, вот, цвет просто выгорает. Это нужно все перекрашивать. Вот я, может быть, этим займусь. Основное преимущество данного автомобиля в том, что это не такая, знаете, вот, не говно в красивой обертке, да. То есть это вот реально я, и сейчас я подробно расскажу, если у вас есть время, да, посмотрите, что я поменял, да. То есть технически по ходовой части здесь все безупречно. И, соответственно, можно садиться и долго, еще много десятков тысяч километров ездить на этом автомобиле. Но внешне это может быть, там, вот, выглядеть вот так вот странно. Соответственно, здесь у нас в данной модели, давайте сейчас присядем за руль. Вот стараюсь в одном кадре записывать. Здесь у нас установлен классический гидроавтомат, четырехступенчатый. Вот сзади, кстати, стоит мой новый автомобиль. Там уже восьмиступенчатый, но он и стоит, вы знаете, миллион девятьсот Шкода Корок. Вот, это сейчас рыночная цена на момент записи этого видео. Триста сорок три тысячи, там, тире, триста восемьдесят шесть тысяч. Ну, для данного вот сочетания всех параметров. Значит, здесь установлен кондиционер. В более дорогих комплектациях есть еще климат-контроль. Ну, и здесь такая чуть побольше в комплектации Космо экранчик. Минусом, как бы, здесь является то, что здесь невозможно посмотреть на температуру охлаждающей жидкости. То есть, нужно тут немножко пощелкать, чтобы ее отслеживать. Но здесь я заменил радиатор передний, потому что он со временем слегка стал подтекать. И мне сказали, что это не в трубках проблема, а вот именно в пластмасках. Поставил абсолютно новый. И все стало замечательно. Никакой течи вот этой небольшой, вот этой охлаждающей жидкости не стало. Минусом также здесь на многих является вот облезает оплетка руля. И я купил уже новую. Но вот руки не доходят самому ее пришить. Одной из вещей, которые вам нужно будет посмотреть, когда вы будете покупать, не обязательно этот автомобиль или любой другой, работает ли регулятор направления воздушного потока. То есть, часто вот этот регулятор, он переставит работать, там какое-то пластмассовое колесико внутри ломается. И если это менять, то это меняется в сборе. То есть, таких вот мастеров, которые это умеют, я так чинить, я не нашел. Вот, то есть, он дует в каком-то среднестатистическом направлении. Нельзя сфокусироваться вот сейчас только там на ногах, либо только на стекле. Ну, это как-то равномерно дует. Здесь комфортный салон для данного класса автомобилей. То есть, пожалуй, это лучший вариант и именно для женщин. Соответственно, здесь только две педали. Здесь никакого сцепления нет. Хорошая аудиосистема. Вот, ну, немножко морально устаревшая, да, но в целом очень даже замечательная. Вот, удобный руль с электроусилителем. Конкретно данной модели вот здесь вот со временем от нажатия на клаксон произошла вот такая трещинка. Но, естественно, никакие подушки не срабатывали. Здесь как бы и макияжные зеркальца есть. Вот, но это вы все можете посмотреть в других видео, которые про Opel Corsus. К недостаткам можно отнести то, что если у вас немножко задний ряд сидений, он немного тесноват. В том смысле, что, вот, например, у меня девочки, уже моей дочке метр семьдесят пять, ему уже, конечно, тесновато. Поэтому купили новый автомобиль. Стекла здесь все родные. Тоже проверяйте этот момент. Вот, сделали химчистку салона несколько лет назад. Мы сейчас хотим обновить, чтобы уже подготовить автомобиль к продаже. Давайте теперь посмотрим на подкапотное пространство. Ну, наверное, заведем, да, то есть, и послушаем двигатель. То есть, рекомендую всегда это делать. Вот, естественно... Смотрите, по недостаткам, что здесь бывает. Здесь, например, в данном случае есть, так называемая, вторая лямбда. Искал одну неисправность и поменял эту лямбду на неоригинальную. И там по вольтажу что-то не проходит. И поэтому показывают вот такую ошибку. Вот эта вторая лямбда, она нужна исключительно для того, чтобы контролировать, как работает катализатор. В данном случае там выдается ошибка по нагреву этого датчика кислорода. То есть, это синоним слова лямбда. И просто нужно заменить, и тогда у вас вот этой картинки, вот этого значка не будет, но он ни на что не влияет. То есть, он просто контролирует токсичность отработанных газов. А на самом деле там все при таких пробегах. Вот родной пробег 97 тысяч с копейками. Все нормально. Обратите внимание, вот мне когда интересно делали химчистку, немножко залили. Вот передняя циферка, видите, она немножко исчезла частично. Ну, в принципе, достаточно удобная зеркальца. Сейчас даже на школе коробка у меня поменьше стало. Стойки немного мешают обзору, немного широковато они для данного автомобиля. Но здесь зато хорошая безопасность. Здесь передние подушки безопасности в более дорогих комплектациях еще ставят... боковые подушки безопасности. Стеклоподъемники передние электрические, задние ручные. В более дорогих комплектациях они идут, естественно, электрические. Двигатель после того, как прогревается, становятся обороты 750. Вот, проверяйте, что двигатель работает тихо. Давайте посмотрим, вот здесь вот внизу откроем рычажок и посмотрим на то, что у нас внутри. Ну, такое вот длинное видео, но оно вам заменит именно визит и осмотр. Значит, здесь нет электро... такого подъемника. Здесь такая вот кочерга стоит. Вот такой легкий такой звук, это от работы твинпорта здесь идет. Если меня плохо слышно, извините, значит, здесь, естественно, я поменял недавно и фильтр воздушный. Регулярно меняю масло. Вот сейчас оно ушло, естественно, так как двигатель работает. Менял, я говорю, радиатор, соответственно, жидкость. Аккумулятор стоит новый. Здесь дополнительная виброизоляция, новые, естественно, свечи, новая прохладка ГБЦ. Сейчас пробег 100 тысяч. На 150 тысячах нужно менять цепь там такая, которая приводит автомобиль в движение. Естественно, чистил и дроссельную заслонку. И своевременно менял тормозную жидкость. Вот здесь, соответственно, жидкость можно доливать. Впереди стоит радиатор кондиционера. Из минусов, вот здесь, допустим, треслала эта штучка. Передний бампер менялся, и вот здесь может так вот красочка облизать. Одну пару меняли, так как она разбилась. Здесь даже вот надежная лампочка. Видите, родная с 2007 года. Дворники, естественно, регулярно меняли. Здесь даже немножко подкрасили, потому что краска со временем здесь облизает. Увидел, что на новом автомобиле у меня стоит такая защита, звукоизоляция. Поэтому купил из набора «Сделай сам». Обрезал по габаритам конкретно моего автомобиля. И вот поставил такую шумо-теплоизоляцию. И, естественно, стал двигатель тише. И там дальше стоит виброизоляция под ней. То есть по сравнению с другими моделями здесь все лучше. В принципе, немножко начинает подржавливать вот этот вот замок. Можно его заменить. И вот здесь сладое место пилей. У них могут где-то вот ржавчина начинать вот по кромке капота. Здесь я все это зачистил, закрасил из баллончика. Продаются баллончики. Можно по цвету, по-своему подобрать. Вот так вот работает двигатель. Давайте не будем тратить бензин. Значит, двигатель здесь стоит самый максимальный. 1,4 литра 90 лошадиных сил. Чуть позже, начиная с 2010 года, выпускались модификации, которые были 100 лошадиных сил. И с 2014 года перестали. Опель ушел с российского рынка. Значит, теперь еще раз пойдемте посмотрим. Немножко здесь, может быть, шумно будет по задним сиденьям. Здесь вот направляющие подкрасил. Вот, чтобы они были красивые, новые. Вот, смотрите, салон. Здесь более-менее вот еще буду делать химчистку. Здесь, кстати, лайфхак небольшой. Можно использовать наполнитель кошачьего туалета для того, чтобы он впитывал жидкость. Чтобы не запотевали стекла в салоне. Теперь по подвеске. Здесь менялись, естественно, передние и задние амортизаторы. И обратите внимание, передние пружины и задние пружины. Потому что со временем они начинают проседать. То есть у них идет такая коррозия. Именно даже не от пробега, а от времени. Вот, и нужно менять. Естественно, здесь есть противотуманки. Вот, и особенностью конкретного данного автомобиля является то, что я поменял глушитель, смотрите, обязательно. И гофру. Они часто со временем особенно прохужаются. Становятся с дырками. И поэтому я их поменял на новую гофру и средний глушитель. Вот, очень долго ходят задние тормозные барабаны. Вот, соответственно. Но передние у меня здесь и тормоза, тормозные диски и тормозные колодки поменены. Шины новые ставлю «Континенталь». И, не поверите, зимние шины у меня родные до сих пор, потому что зимой мы очень редко ездили. Почему рекомендую данный автомобиль к покупке? Потому что реально очень хорошее техническое состояние, несмотря на такой вот выгоревший внешний вид. Поначалу мы его страховали в каско, и поэтому, когда где-то слегка там задели, нам весь этот элемент перекрашивали. Но со временем оказалось, что все остальное это выцветает, и вот на этот контраст он отпугивает перекупов. Вот такая вот ситуация. Обратите внимание, со временем тут клей может терять свои свойства, и нужно переподклеить эти зеркальца, чтобы они не отваливались у вас. Тоже такое слабое место. Ещё одним из слабых мест является здесь этот самый под названием, господи, датчик давления масла. Он когда начинает течь, копеечный элемент, его можно также поменять. Естественно, здесь ещё иногда шумит муфта кондиционера, и я её тоже поменял. Вот, что ещё смотрят? Смотрят, вот у нас смотрел покупатель выхлоп. Вот, выхлоп чистый, ничего там не дымит, в смысле, ни белым, ни чёрным, ничего, тут всё чистенько. Вот, из проблем, которые были у данной модели, у неё выходил из строя датчик абсолютного давления, отдельное видео на моём канале, как эта проблема решается. Вот, автомобиль такой, достаточно такой тяжёленький, металл не тонкий, как на каких-нибудь там Hyundai Getz'ах и так далее. Что ещё интересует покупателей? То есть, здесь, естественно, все фильтры салона заменены, и полный перечень того, что менялось, он указан в объявлении на ВИТО. И также там указаны все недостатки, ну, или то, что вот смущает каких-нибудь перекупов, когда они пытаются вот сделать из говна конфетку, то есть, что-то перепродать. Вот, а здесь реально всё по ходовой замечательно, машина хорошо едет, но подвеска, касается всех автомобилькорсов, она жестковата. Вот, извините за долгое видео, надеюсь, что ответил на все ваши вопросы. Ну, бензин 95-й льём, всё здесь нормально, новый стоит бензонасос поменяли, потому что он там в сборе с топливным фильтром, все, естественно, лампочки работают. Вот, всё по мелочи тоже всё заменено. Обогрев, кстати, здесь очень полезная функция, не сказал, обогрев руля есть и обогрев передних сидений. Вот, это очень зимой помогает, и мы вот новые машины искали исключительно с этой опцией. У меня есть отдельное видео про какие-то недостатки в целом оперкорс, можете его посмотреть на моём канале. Вот, спасибо большое за внимание, если у вас есть вопросы, пишите, спрашивайте, вот, готов продать вам этот автомобиль, то есть у вас есть возможность купить, может быть, внешне какой-то не супер-купер там блестящий автомобиль, но который прослужит вам ещё много-много лет, и вы не будете знать с ним никаких проблем. Большое спасибо за внимание, вот, ну, естественно, на данной модели, ну, это вы и так можете знать, здесь регулируется руль и по высоте, и по углу наклона, вот, то бишь, это одно и то же по вылету, и сидение водительское регулируется по высоте. На более дорогих комплектациях, по-моему, ещё пассажирское регулируется. Вот, рекомендую всем девушкам данный автомобиль. Спасибо большое за внимание.